Спорт объединяет. Жители сразу трех поселений Сургутского района приняли участие в беговом марафоне. В поселке Ульт-Ягун состоялся масс-старт «Легкая атлетика-2021». Кто стал лидером за бига, материал наших коллег. Участники выступают на дистанциях в 100 метров и 2 километра. Поводов выйти на беговые дорожки у спортсменов сегодня несколько. Соревнования «Легкая атлетика-2021» и юбилей Локосова. Ему исполнилось 305 лет. В команде последнего есть юные жители, которые бегом не занимаются, но решили приехать в Ульт-Ягун, чтобы поддержать свой поселок. Гордость такая есть за свой поселок, за свою команду. Я конкретно бегом не занимаюсь, но спорт люблю. А чем занимаешься? Баскетболом в основном. Два года. Идея проводить соревнования с участием жителей трех поселений принадлежит Арасхану Калиеву. Этот депутат районной думы спонсирует состязания, которые проходят в течение их года. Летом атлеты выходят на беговые дорожки, зимой на лыжню. Во-первых, это спорт, это здоровье. Во-вторых, это дружба между людьми, знакомство. Я не знаю, наверное, это очень здорово. Поэтому у меня идея пришла, как я стал депутатом, чтобы проводить вот эти спортивные мероприятия во всех трех поселениях. По словам спортсменов, бег в поселениях района пользуется популярностью. Им занимаются многие жители. Сейчас развиваются и другие направления. В Угуте, в частности, на пользу этому пошел ввод нового универсального спортзала. У нас игровые виды, все популярны. Мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Численность занимающихся увеличилась почти в три раза. У нас и дети начали заниматься. Раньше для детей как бы не было секций. Сейчас мы сделали секции по мини-футболу, по баскетболу. Новшества в области спорта ждут и поселок, принимающий соревнования. На многофункциональной площадке, которую сейчас обустраивают в Ультьягоне, хотят сделать мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Оно должно быть готово через два месяца. Есть планы и на следующий год. 22-й год мы сейчас готовим пакет документов для участия в проекте на уровне района, чтобы обустроить общественную территорию, кедропарк. И там хотим предусмотреть скейт-парк. По оценке районных депутатов, за последние пару лет физическая культура в поселениях резко пошла на подъем. В каждом населенном пункте появились новые спортивные объекты. Увеличилось и количество людей, посещающих всевозможные секции. Сейчас спортом занимается больше половины населения района. В Сургутский район мы сейчас обеспечили, так скажем, практически процентов на 90 спортивными объектами. Но сейчас в нескольких поселениях, вот в Ситомино в данном случае достраиваются, объект строится. И вот в этом году должны сдать. Обеспеченность у нас достаточно хорошая, я считаю. Сейчас главное, чтобы эти залы у нас функционировали полноценно, да, чтобы была наполняемость, чтобы молодежь там тянулась к спорту. По результатам забегов, третье место заняла команда Локосова, второе Угута, а первое Ультьягуна. У районных депутатов появилась идея совмещать эти соревнования с культурной программой. По мнению народных избранников, выступления творческих коллективов в трех поселках должны сделать состязания более разнообразными. Продолжение следует...